То есть это очень забавно слышать, конечно, когда сейчас люди кричат о том, что Европа погибает, Европа уничтожает беженцы, Европа сгинет. Это очень смешно слышать, потому что всего сот лет назад в Европе еще практически, большей частью Европы правили все-таки мусульмане, из-за чего и произошла реконкиста. В дальнейшем в Испании она еще во времена Сервантеса проходила реконкист, участником которой он был. И еще в его времена в Испании люди жили, так скажем, по-исламски. То есть у каждого сидели на подушках, у каждого была своя часть, у женщин и мужчин была своя часть дома. Еще вместо христианских церквей были мечети в Испании. А я же не говорю про евреев и массу других народов, которые прекрасно жили в Европе все эти века и прекрасно с ней ассимилировались. И Европа действительно проглотит все. И Будапешт, кстати, очень показательный в этом плане, потому что здесь он, как так скажешь, сосредоточен все европейской истории. Здесь вы найдете и христианские, и еврейские, и вот исламские могилы, и даже сербскую православную общину. И все, как говорится, сосредоточено в одном месте, даже недалеко друг от друга. Это такой город Вавилон. И Европа действительно переживет все. То есть переживать за Европу, наверное, не стоит, как и за любую другую страну, потому что сама история, она как раз состоит из вот этого постоянного перемещения людей, частного или глобального. И, может быть, просто настал тот момент, когда это снова должно произойти. И оно происходит. Вот сейчас сзади у меня такие интересные европейская молодежь. Вот сейчас она вот такая. И, конечно, такие бродяжки... Абсолютно бродяжки. То есть, ну, это даже не обусловлено тем, что здесь тепло или холодно. Они просто вот такие. Ей-то даже вот нет, но они не стригутся, они не моются. Они путешествуют из города в город. Они... Ну, они вот такие. С хостела в хостел ездят на автобусе. Причем они даже не имеют представления. Они просто приходят, приезжают на автобусе в город, ловят на улице случайного прохожего, спрашивают, где здесь хостел. Идут, останавливаются там на ночь, чтобы переночевать с утра, и едут дальше. Вот такая сейчас Европа. Она абсолютно не гламурная. Она абсолютно не... Не гомосексуальная. Она, я бы сказала, летом, она становится такой грязно-бродяжнической. Переполнена вот этими вот молодыми людьми с рюкзаками, с абсолютно разбитой обувью, в каких-то рваных майках. И... Это внутри этих людей... Это не плохо, это не хорошо. Они просто вот такие нам подавали и подают, что Европа это действительно такой образованный культурный мир, чопорный. Но Европа на самом деле, когда ей дают эту возможность, она превращается вот в таких молодых людей, в каких-то отрепьях, бродящих, как богемские цыгане из угла в угол страны в страну, пока есть такая возможность. И бог знает, есть ли граница, есть ли какие-то нормы здоровья или болезни, потому что вот это вот перемещение, ну, конечно, накладывается в отпечаток. Вчера я видела, как в телефонной будке на улице Андраши сидел молодой человек прямо в телефонной будке, и он крутил самокрутку из травы. И вот такая вот сейчас жизнь. Здесь нету каких-то определенных принципов, то есть если говорить о том, о чем нас пугают, здесь этого нет. То есть здесь нету какой-то четко выраженной идеи. Здесь нету идеи, по крайней мере, вот в этой стране, или в Испании, или в Италии. Здесь нет четко идеи феминизма, или гомосексуализма, или социализма. Как ни странно, потому что в 20 веке очень много было таких объединяющих каких-то идей, сейчас этого нет. Сейчас я смотрю, что люди, единственное, желают желают делать все так, чтобы ничего не желать. То есть это выпить, очень много пьющей молодежи. Это выпить, кстати, вот опять музей с моей спиной. Это выпить, это сделать самокрутку, это весело пообщаться, это спеть, станцевать. Ну, что касается молодежи. И так скажем, ну что, какой-то системы нет. Нету. Поэтому так говорить, что здесь они геи, или здесь они лесбиянки. Здесь нет института семьи, здесь вообще нет никаких институтов больше. Люди просто принимают, или не принимают. Они просто смотрят, действительно живут так, смотрят, что world goes by. То есть они просто живут параллельно миру. Они каким-то правилам они следуют. Большей части правил они не следуют. Они просто мирно сидят на месте и просто смотрят, как слайдер. Мимо них проходят какие-то события, какие-то тенденции мировые. И смотрят, как одни народы за эти тенденции цепляются. И как-то за них держатся и идут вместе с ними. Но они просто сидят и смотрят. Сегодня их заставили есть сою. Хорошо. Заставляйте. Сегодня их заставили действительными флагами. Окей. Кто хочет, пусть идёт с флагами. Мы ничего не имеем против. Кто хочет не идти с флагами, без проблем это их выбор. И я так понимаю, что такой конформизм у них, это, конечно, чревато вот во что превращается сейчас Германия. Но в то же время это не так плохо, потому что у человека одна жизнь. Наверное, он просто должен её жить для себя. Потому что смысл, я налипознан понимаешь, что смысл жизни состоит в том, чтобы просто получить радость от этой жизни. и не ставить себе вот эти вот рамки, не ставить себе эти границы. И вот чем привлекательна Европа в целом и тот же Будапер в частности, что здесь таких чётко выраженных норм поведений нет. Здесь, но в то же время, конечно, это всё не до такой степени, что люди становятся на четвереньки и превращаются в животных. А именно всё это как-то гармонично соединяется. Вот я сейчас просто иду по такой прекрасной улице с видом на горы. Абсолютно фантастическим. Единый момент здесь очень тихо и безмятежно. Внизу там прекрасная улица, по которой я обязательно сейчас пойду. Мне нужно всё-таки добраться до музея, чтобы ещё сделать один вид на Дунай. И, конечно, в связи с этим, опять же, с вот этим конформизмом, вот этим отношением к жизни, вот этим серомашством, вот таким, как вот я сейчас видела из молодых людей, у которых вся одежда, это рюкзак с полотенцем и шортом. Это такая прививка от снобизма. Это прививка от ощущения себя империей. Это прививка от ощущения себя звездой. Потому что рано или поздно происходит так, что приходит болезнь, приходит разочарование, приходят какие-то заботы в жизни неожиданные или ожидаемые. И приходится меняться вслед за ними. И когда ты освободен от каких-то общественных навязанных желаний, которые на самом деле ты не хочешь, но раз хотят все, значит, тебе это тоже нужно, то ты спокойнее и естественнее это всё воспринимаешь. А если ты полон каких-то шаблонов, каких-то клише, чем-то забита твоя голова, то очень тяжело об этом возвращаться в реальность, а возвращаться в реальность всегда приходится. И чем хорошо путешествовать сюда или в какую-либо другую страну, это то, что ты попадаешь к нормальным, или может быть даже не совсем нормальным людям, ты попадаешь в среду, где люди очень спокойные. Люди живут для себя, люди живут ради своих детей, люди живут ради мира, наверное, который вокруг них отчасти, ну, в большей части всё-таки для себя. И они абсолютно не заморачиваются на каких-то гаджетах, на каких-то дорогих аксессуарах, на каких-то модных брендах. Они живут в какой-то совсем другой реальности. И когда приезжаешь в Европу, это очень хороший такой способ безболезненно, без вываливания в перьях и в смоле, без таких последующих проблем. Очень хороший способ вернуть себя в реальность, вернуть себя в число нормальных людей, не сражённых этим потребляциям. Но, опять же, о чём я говорила, каждый человек приезжает в страну, каждый человек приезжает со своим багажом. Можешь ли ты его оставить или не можешь ли ты его оставить в том месте, откуда ты его привёз с собой. Если ты его привозишь с собой, то что толку менять мир вокруг себя, что толку садиться в самолёт, лететь три часа или четыре часа, всё равно внутри себя ты всё равно останешься ровно в том месте, в котором ты приехал. И ты не будешь осознавать, что ты как будто смотришь телевизор, ты будешь всё время сравнивать и говорить, нет, а у нас не так, а у нас по-другому. Но на самом деле, чем хорошо путешествовать так часто и в какие-то неожиданные места, это тем, что, во-первых, да, ты уходишь от этого сновизма, от этого пафоса абсолютно бессмысленного, но ещё и тем, что ты учишься понимать, что есть другой мир, есть другие люди, и они не обязательно должны жить так, как живёшь ты или твои друзья. И, может быть, и чему-то у них тоже стоит поучиться. И ты понимаешь, что мир большой и разный, он не сосредоточен только в твоём городе или в твоей стране. И он может быть совершенно неожиданным, он может быть совершенно чудесным или ужасным. И это так и должно быть, это норма, это жизнь. Если бы все были одинаковы, если бы всё было так же, как у тебя в городе, как у меня в городе, как у вас в городе, то это было бы ужасно скучно, и это бы приводило бы к ещё большим конфликтам, потому что все понимают, что больше всего раздражает именно похожесть и ссорятся с собой, с друг другом люди, именно которые очень похожи друг на друга. Так вот, я сейчас тут иду неуспешно по этой аллее, и на самом деле нужно дойти по ней до музея исторического и посмотреть на красивую панораму на Будапешт. А я пока окончу свои философские размышления и попробую пройти вперёд.